Друзья, приветствую! Подписчик из Питера передал образцы масла Mobil 1 FS X1 540. Это полнозольное масло. X1, как я понимаю, это усиленная защита. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации, масло. Вот видите Mobil 1 FS X1 540. Ну и естественно две баночки с образцами. Свежая отработка. Давайте посмотрим. Свежая отработка и можно приступать. Значит, первым делом, естественно, необходимо создать эталон. Для этого я обновлю спектр на ранее подготовленные болванки. Посмотрим, что намерит прибор. Хотя здесь такое. Здесь должны быть эстеры, а большое количество эстеров, конечно, вводит в заблуждение прибор. Вот, посмотрите, такая спектрограмма. Видно высокие пики. Эстеровые сейчас я увеличу. Посмотрим. Ну да, где-то в районе трех десятых. Ну, где-то в районе классический для Mobil это 6%. Ну, так я думаю. Далее подкорректирую значения, которые требуются. Так, смотрите, противоизносных присадок 121%. Да, видно, что жирнее. Здесь насыпали уже от души. Вот. Гликоль надо подправить. Да, он часто вот так вылетает, когда есть эстеры. А может, это с базой как-то связано. Ну, не знаю, не суть. Ну, и естественно, что, о чем я только что сказал. Кислотное сильно завышено. Вот. А щелочное занижено. Ну, тут уже придется так выставлять, скажем так, на глаз. По аналогии с Mobil 1 ESP я выставляю этот усиленный. Здесь побольше цинка фосфора, поэтому я 2,4 кислотное выставляю. Так, и щелочное необходимо подправить данные. Ну, сам Mobil традиционно не указывает. Значит, лабораторные анализы, которые я видел, 12,86. Я, честно говоря, засомневался. Поставил 11. Но, возможно, здесь я не прав. Возможно, так и есть в районе 13. Так что, держим в уме. Все, эталон создан. Можно приступать к проверке отработки. Это Audi A5 2014 года, двухлитровый CNCD мотор третьей генерации, 225 сил, турбо бензиновый, 110 пробег на нем. На масле от 8 до 9, но я посчитал как 9, а в приборе вот здесь забил 8,5. Значит, использовалось практически год, с апреля по март. Топливо Shelby Power 95-98, ну и доливалось от 600 до 800 грамм масла. Так, все, образец я заложил и давайте посмотрим, что намеряет прибор. Так, а здесь картина, ну, вы видите, здесь на самом деле традиционный такой для тяжелых условий светофор. Да, кстати, в основном городская езда, как я понял. И смотрите, противоизносных присадок 32 процента. Нитрование высокая, гликоля нет. Много сажи для бензинового, 0,07. И посмотрите, кислотная на 2 единицы выросла, больше чем на 2 единицы. Ну и щелочная практически ушаталась. Ну, даже, допустим, если учесть, что я там не досчитал тут щелочного, ну, пусть будет здесь три, но все равно это кардинальный вопрос не решает. Видно, что здесь что-то не так, причем серьезно не так. Машина старается, масло убивает. Вот, расход есть, возможно, прорыв газов. Но, не знаю, для 110 тысяч, в принципе, небольшой пробег. Но, тем не менее, картина такая, не очень радужная. Вернее, она радужная, в том плане, что разноцветная. Каламбурчик. Да, смотрите, сейчас сравню вязкость и видим, что вот они, проблемы есть. Есть проблемы, есть достаточно серьезно, серьезное загущение. Это значит повышенная рабочая температура. Масло из масла выпаривается легкие фракции. Ну, вот видите, да, видно, что с мотором как-то мотор неправильно работает. Повышенная рабочая температура, скорее всего, недостаточно топлива. Не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик. Недостаточно топлива, поэтому камера недостаточно хорошо охлаждается между циклами вспышками. И вот такой прогноз по результатам этих измерений. Ну, здесь я тоже девять тысяч написал. Ну, видно, что она окисляется. Допустим, не одиннадцать, а двенадцать и девять. Ну, пусть это будет там семь с половиной тысяч, но не кардинально больше. То есть вот такая картина. еще и загущение. Так что здесь даже самое, казалось бы, крепкое и крутое масло не сможет справиться с теми проблемами, с теми вызовами, которые предлагает Audi. Audi победила, я думаю. Ну, что тут можно сказать, предположить. Судя по загущению, скорее всего, форсунки как-то неправильно работают. Мне кажется, их стоит помыть, как минимум. Возможно, они там зашлакованы и поэтому распыл плохой. Это видно пассажи, плохой распыл, ну и недостаточное охлаждение. Ну, как бы мои такие предположения. Снять, проверить форсунки. Ну и что тут можно сказать? Скорее всего, и турбина старается, прибивает масло. Тяжелые условия. Тяжелые машины. Не знаю, как часто меняется фильтр, не помню уже. По-моему, если не ошибаюсь, 13 тысяч назад. Если не такая картина. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!